всем привет привет всем отличной среды сегодня мы посмотрим расклад на три позиции позиции видите перед собой тайм-кода есть в описании вся необходимая информация обо мне об услугах тоже есть в описании под любым моим раскладом в пятницу напоминаю что в разделе сообщества выходит анонс на блиц консультации будьте пожалуйста внимательно и с датами вот я всегда указываю когда провожу и какие вопросы а мы с вами посмотрим сегодня расклад на тему о себе глазами окружающих и близких то есть как наши близкие люди люди с которым мы общаемся взаимодействуем почти на каждодневной основе нас видят вот такой вот расклад мы будем с вами сегодня смотреть итак давайте сразу приступим позиция номер один так повыше вот сюда дам голубенький камешек и мы с вами смотрим как вас видят окружающие люди достаточно позитивным человеком до в каких-то моментах может быть незрелым человеком который очень много общается взаимодействует находится в какой-то активности человека любознательного интересующаяся интересующегося этим миром знаете с с улыбкой человек который не то чтобы везде сует свой нос и но с хорошей точки зрения такое знаете но это при себе и про любознательность но здесь еще и интерес к тому чем вы занимаетесь вот ну и где-то где-то видят вас почему-то незрелого ребенка интересно почему почему вас ведь незрелой личности и потому что вы все время находитесь в каком-то движении да то есть кто-то действительно передвигается все время до с одного конца в другой либо находится в движении либо ваша работа связана либо в очень активный человек по жизни да вот кто-то вас видит то что вы все время к чему-то стремитесь движетесь каким-то своим целям постоянно ставите какие-то цели то здесь присутствует движение вот но почему они вас видят незрелой личностью да то есть какое отношение вот например движение имеет потому что это вызывает у них какое-то знаете я бы сказала не 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 понимание какое такое двоякое двоякое ощущение а почему почему это вызывает ну да опять таки двойка пендаклей они не понимают как вы можете найти баланс своей жизни да вот исходя из того образа которые вы идете то ли вы им кажетесь человеком каким-то знаете неопределенным а вот в чем именно да то есть чай который не может сделать выбор выбор в своих целях то есть вы им кажетесь почему-то человеком который как-то вот окончательно в чем-то не определился да не определившаяся какая-то личность интересное интересно ладно как еще как еще вас видят не определившиеся интересно как еще вас видят ну вот по органу влюблены видят вашу внутреннюю красоту и эстетику да с одной стороны а с другой стороны что как будто вот вы сейчас находитесь на какой-то развилки с чем-то определяетесь что-то выбираете для себя то есть какая-то какая-то кризисная здесь . ну кризис не с негативной в негативном понятии а вот здесь как будто вы знаете как какой-то вот перекресток и человек должен что-то выбрать а потому что выбор который он сделает сейчас он как будто повлечет за собой какие-то последствия и он будет долгосрочный то есть вы как будто бы находитесь на рубеже чего-то такого важного значимого колесо фортуны да то есть они вас видят человека с одной стороны человека удачливого везунчикова с другой стороны опять же таки видите на окон крестницы выпадает колесо фортуны то есть либо человек который управляет своей жизнью либо человек вот как белка в колесе бесконечном каком-то движении вот мне кажется все таки что они вас виде человека который развивается да то есть но здесь развитие она идет по спирали она не идет циклично то есть вы как будто бы находитесь на смене эпох в некоторой степени почему они вас так видят вот мне просто интересно потому что обычно вы наверное такой стабильный достаточно конкретный понятный человек приземленный а тут видимо а тут как-то стали проявлять себя ярко что ли я так я поняла здесь как будто бы вам не свойственно вот это вот движение которое здесь изображено как будто бы вам не свойственно возможно вы более спокойный человек более заземленный что ли поступательные конкретные в своих действиях да а тут видимо вы проявляетесь им с точки зрения авантюриста какого-то до либо рискованного человека то есть они видят вас вот именно вот этого дьявола да то есть что-то внутри вас как будто бы проснулась какая-то энергия что ли то есть они стали видеть вас более активным человеком раньше такого вас наверное не было до позитив присутствовал но вот так чтобы вот вы что-то чем-то рисковали либо вот у вас был какой-то азарт то есть вот какой-то азарт они у вас видели а какой азарт либо желание зарабатывать деньги какой азарт поставить точку в чем в чем конкретно да куда-то вот пойти дальше что вы тут оставляете позади какие-то свои страхи видите прямо луна выпадает на дьявола а такое ощущение что вы как будто бы перестали бояться что ли вот вы больше стали проявляться больше стали открываться больше стали как-то добродушные что ли открытия вот как-то так ну то есть здесь с хорошей точки зрения просто такое ощущение что вот вам это не свойственно возможно допустим бы по натуре интроверт а тут вот устали большей степени экстравертом и это кажется ну немножечко странноватым вы стали более понятным понимаете то есть здесь луна видите луна это про какие-то скрытые мане моменты да непонятные необъяснимые какие-то тайны недоговоренности а тут нам показывают что вы уходите от этого то есть вы становитесь более более понятными более солнечными может быть перестаете держать какую-то дистанцию до либо ну уменьшаете эту дистанцию между собой и людьми может быть стараетесь больше вкладываться как-то в людей ну то есть здесь ваше отношение к людям и к миру она изменилась вот каким образом люди это видят ну вот вас появилась больше любви видите вас появилась больше гармонии больше внимания больше любви больше наполненности вот какой-то не знаю человечности доброты не могу сказать что вы раньше не были до таким но вот просто возможно раньше как-то по мечовости вы проходили до более логичные какие-то такие холодные продуманные какие-то а сейчас как-то не знаю вот а оттаяли вот ощущение того что вы здесь оттаяли хорошо давайте еще два аркана вытащим и посмотрим да вы глазами окружающих и близких ну вот вы стали не буду второй орган вытаскивать да вы стали еще идеальнее да вы стали еще дальше от людей но вот это вот расстояние между вами и миром и людьми да она вроде бы стала еще больше но при этом она как это сказать да сближает вот как-то ну дуальность такая то есть одной стороны они ощущают вас что вот прям близки к ним не знаю по духу по состоянию вот чувствуется какая-то близость душевность взаимность понимания а с другой стороны есть это расстояние но вот расстояние которое есть оно не холодное а но не знаю но как мираж вот с одной стороны вроде бы к нему прикоснуться невозможно а с другой стороны есть вот это вот ощущение что она как-то вот близко-близко и чем ближе ты подходишь к этому миражу тем больше он от себя отдаляется но вот это вот ощущение того что ты никуда не уходишь а ты есть то есть ты ты не отдаляешься она присутствует я не знаю как вам это объяснить думаю вы меня понимаете да то есть вот как смотришь в зеркало да ты вроде бы есть твои отражение есть но если ты отдаляешься от этого зеркала и зеркало от себя отдаляется но при этом отражение присутствует она никуда не уходит вот здесь вот что-то такое ну и вы для них стали еще больше идеальнее да может быть светите как-то как путеводная звезда но не видят вас прекрасно и видите все равно аркан влюбленных аркан звезды и двойка кубков то есть здесь как будто бы люди вас больше тысяч там дела у нас выходил да люди как будто бы больше вас влюбляются вот и ну здесь вопрос не любви между мужчина и женщина а вообще как человека как личность вы как-то более доступны более понятны вас больше любят но при этом вы все равно как-то вот недостижимы недостижимы в своем каком-то развитии в своем восприятии мира да то есть со мной стороны да я какой-то маленький ребенок вы кажетесь маленьким ребенком в глазах людей которого хочется как-то я не знаю оберегать защищать но при этом вы слишком далеки то есть люди понимают что ну да да вашего уровня еще еще далеко да еще надо расти и расти как-то так но мне нравится не знаю нравится вам или нет звезду оставлю сверху так это была первая позиция позиция номер два красненький камешек двоечки смотрим вас там вы а себе глазами окружающих и близких что вы говорите глазами других людей вы глазами других людей на орган мира здесь прям человек такой знаете позитивный вот позитивный человек красоты человек мира такое ощущение что вот вы знаете никому не принадлежите то есть вы как будто бы не принадлежите никакому месту много говорят до человека мира то есть у меня нет как будто бы родины и моя родина это вообще сама планета вот а я в этом мире человек да то есть я не какая-то конкретная личность а я просто человек вот они видят вас с одной стороны да вот есть что-то вас такое масштабное есть вас что-то такое как это объяснить то какое-то вот понимание абстрактное да такое как например там не знаю я человек я не личность а вот я человек и вот под этим можно подробно подразумевать что угодно да то есть но мы не говорим там мужчина или женщина просто вот я человек с большой буквы а с другой стороны люди видят вас в каких-то рамках и в каких-то ограничениях то есть здесь есть что-то такое иллюзорное что-то воздушное что-то необъемлемое неосезаемое не совсем понятное а с другой стороны есть вот это вот ощущение что в каких-то моментах вы прям человек который сам себя ограничивает сам себя лишает самоутилизируется не знаю удаляетесь вот как-то самостоятельно уходите от чего-то исчезаете то есть тогда наверное когда надо как-то проявиться когда надо себе заявить что-то сказать вывод как-то вот уходите со сцены то есть вот здесь образ человека который должен по сути блистать на сцене им должны восхищаться вот есть вот это вот красота эстетика утонченность какой-то вот романтизм что такое воздушное и звездное а вы по каким-то причинам да то есть это вот одна черта ваша а вы по каким-то причинам уходите за кулисы то есть вместо того чтобы быть на сцене до впереди прям вот перед людьми вы выбираете быть в тени вы выбираете быть за кулисами люди вас видят как человека у которого есть много ограничения но на данном этапе да могут быть какие-то проблемы это могут быть проблемы с финансами либо проблемы с работой либо очень много каких-то обязательств здесь вот такое ощущение знаете как не знаю как нереализованная актриса да то есть вот был талант и человек закопал свой талант потому что я не знаю там влюбилась в юности в какого-нибудь там музыканта гитариста да вот и он ее бросил но при этом осталась женщина с детьми вот ей надо самостоятельно их поднимать и там уже вопрос не до искусства вопрос выживания вот что-то такое то есть как будто бы человек вот не знаю как-то свой талант загубил просто потому что как-то поступил наивно в каком-то моменте да доверился вот не нужно было вот что-то такое то есть у человека как я изначально был какой-то потенциал а он этот потенциал не использовал я не знаю в чем почему но вот что-то здесь такое есть поэтому они видят вас в ограничениях знаете как человек женщина с очень красивыми глазами но потухшими вот у меня идет что то такое уставшая от жизни вымотанная но при этом знаете вот если копнуть хочется сказать если зажечь звездочку внутри души то она заново засияет вот какая-то вот надежда все равно остается в душе этой женщины вот что-то такое здесь идет такую они вас видят кризис что вы тащите все на себе да видите солнышко но при этом вот вы какой-то позитивный вы такая теплая вот вот прям очень пересекается аркан мира и аркан солнца что-то такое теплое доброе приятное где-то по-детски наивное может быть ну вот как будто бы жизнь сложилась таким образом что вы вынуждены тебя в чем-то ограничивать что ли вот есть у вас какое-то самопожертвование и вашем характере видимо знаете как по доброте может быть там пожалел кого-то да и помог последними деньгами а это оказались мошенники да и вот знаете как человек который все время попадает в какие-то передряги человек который вот из-за своей доверчивостью своей открытости наивностью может быть на все время с ним что-то такое неприятное случается но при этом он не унывает и продолжает все равно верить здесь очень добрый человек еще еще вы глазами окружающих людей вот я говорю человек все равно не унывающий человека который двигается вперед я не могу сказать что у вас есть какая-то цель по крайней мере сейчас просто какие-то надежды что вот хотелось бы чтобы что-то изменилось моей жизни пока я просто перебираю ногами да и вот как только появится шанс я ухвачусь за него но то есть вот конкретной цели вы не идете а вы просто как человек двигайтесь вперед в надежде что вот в будущем впереди что все будет хорошо еще как какой как каким они вас видят человек который отрезал своей жизни радость вот вашей жизни как будто бы не хватает этой радости на то есть вы вы лишили себя какой-то радости 10 тату с мечей это не про уверенность да в себе а это скорее всего про отрезание про отрезание ну лишили себя радости императрица вот здесь мне идет знаете женщина такая очень красивая статная неважно как вы сказать и правильно не то чтобы не важно как вы выглядите вот есть все равно у вас красота эта красота она для каждого своя здесь нету эталона красоты да вот прям там по параметрам либо еще там про симметрию лица тела и так далее нет но вот здесь вот как будто бы на вас смотришь и ты понимаешь что эта женщина она очень красиво и она очень ухоженная опять-таки невзирая на кризис и на что такое вот вы все равно вот это вот ухоженность она присутствует какая-то артистичность что ли может быть некоторых моментах аристократичность уточенность она присутствует и и и знаете как обезобрались невозможно это что-то такое ваше природное и вот они видят вот эту харизму женской красоты может быть это нежность может быть это материнская забота любовь внимание да не знаю какая-то доброта вот что-то такое есть вас именно женского что ну вот вас мужчины не перепутаешь это однозначно то есть вас очень много женской энергии вот прям очень много не важно опять же таки да как как вы выглядите в контексте того что вот ну кто-то может сказать я по природе некрасивая но здесь не красота не не внешне а здесь скорее всего внутренняя красота которую вы транслируете какая-то вот статность присутствует еще как вас видят но ответите с одной стороны вас вид как ребенка до позитивного доброго открытого щедрого очень красивую женщину а с другой стороны вот вы все время находитесь каких-то ограничениях до кризиса до ограничениях причем люди видят что вы сами себя в чем-то ограничиваете так ли это на самом деле да нет нет здесь как будто бы вы себе не позволяете что-то не разрешаете нет здесь да я не исключаю что могут быть какие-то трудности и вы вынуждены выставлять приоритеты в своей жизни не вашу пользу но с другой стороны я не вижу чтобы вот ну не как-то нельзя было решить ваши задачи если люди почему-то здесь делают акцент на трудности которых в принципе у всех людей есть да у каждого они свои у каждого своя жизнь свой опыт а здесь вот как будто бы не знаю иногда вы как-то сдаетесь вот вам не хватает сил силы воли что ли вас сломать невозможно вы прогибаетесь вы не ломаетесь вы прогибаетесь но вы как-то вот не знаю где-то не боретесь вам не хватает вот это вот силы воли побороться за что-то побороться за себя побороться вот как-то за свое счастье за свое счастье я не имею ввиду с каким-то другим человеком а вот именно с невзгодами да вот как-то не сдаваться 10 некоторых моментов и самостоятельно отказываетесь хотя можно было да как-то но спорный здесь вопрос можно было бы чего-то добиться вот вы отказываетесь тут вот жертвенность она все равно присутствует где-то в чем-то вы сами себя предаете понимаете вот люди это видят вот в чем вы себя предаете предаете и я имею ввиду свои какие-то цели свои какие-то желания в чем вы себя предаете ну в том что вы как-то берете обязанности и других людей да на себя какие-то действия вот то что другие должны были брать какую-то вот ответственность вы берете на себя то есть берете на себя лишнее да вот надо себя как будто бы больше ставить на первое место это больше себя оценить если вот этот материнство но проходит вот вы как-то как заботливая клушка знаете главное чтобы всем было хорошо чтобы все были одеты все чтоб все были обуты сыты и все такое вот о себе иногда забывайте даже не иногда чаще всего не реализовывайте свои желания вот понимаете вот вы как-то реализовываем эти все чужое чужое освоил ничего а что вы хотели бы чтобы вы хотели чтобы вам реализовали пока по отшельнику вы и сами не знаете потому что вам как будто бы некогда там авviamente ковков некогда вам подумать вы о том что вы хотите да и как как здесь подумать о себе да когда есть другие дела которые нужно сделать вы просто ну вот нужно сделал до семья ирофан вы хотели бы вы хотели бы больше внимания и любви к себе, то есть вам вот не хватает эмоций, вам не хватает эмоций именно и проявления внимания и любви в семье, не где-то на стороне, а именно в семье, чтобы вас здесь даже не то, чтобы оценили, а чтобы вот как-то, знаете, не знаю, внимание просто уделяли, обращали внимание на то, что делаете вы для других людей. Как-то так. Так, это была вторая позиция. Силы перекроем, чтобы вам хватало силы и энергии. Так, и мы переходим с вами к позиции номер три, зелененькому камешку. Троечки, смотрим вас, вы глазами других людей. Какая вы, либо какой вы глазами других людей? победитель, вы победите, да, человек, у которого на уме какие-то свои цели, свои какие-то амбиции, достижения, желания. Ну, здесь, смотри, здесь сразу какая-то такая иллюзорность, да, представляется, потому что мне кажется, что вы как будто бы уже устали от этих побед, и хотелось бы вам где-то тишины и уединения, вот люди почему-то вас видят, что вы какой-то такой, знаете, очень амбициозный человек. Это вам присуще, да, это у вас не отобрать, но не сейчас, как будто бы не сейчас. Вот они вас видят таким, знаете, человеком, победителем по жизни, да, который вот все время что-то делает для других людей, как-то взаимодействует, общается, разговаривает, да, видят вас человеком, который, знаете, в чем-то даже хитрит, может, да, может обмануть. Ну, люди вам доверяют, хотя, знаете, вот вопрос хитрости, давайте мы это уточним, в чем они видят вашу хитрость. Здесь не по отношению к ним, а скорее всего по отношению к себе, да. Вот то, что связано с профессиональной сферой, что здесь за хитрость, ну, что у вас все хорошо. А как на самом деле? На самом деле, вот как будто бы здесь что-то только начинает зарождаться, да, то есть вы себя как будто бы презентуете человеком, который уже чего-то достиг в своей жизни, чего-то добился, а они видят вас, что вы только в самом начале этого пути, да, в самом начале реализации своих каких-то мечт, своих каких-то идей, вот в этом есть некая такая хитрость, но при этом они видят вас человека семейным, да, с одной стороны, с другой стороны, вот прям, ну, человеком справедливым. возможно, у которого есть дети, но вот здесь, знаете, они видят вас человеком, который живет как-то прошлым, прошлыми воспоминаниями, может быть, прошлыми, былыми победами, вот отсюда вот эта вот хитрость, да, что может быть когда-то это у вас и были эти победы, а сейчас они немножечко поуменьшились. В этом-то они видят какую-то хитрость. Ладно, еще как вас видят ваши окружающие башни. Ну, что, в вашей жизни идут какие-то, грядут какие-то перемены? Что-то новое, что-то новое, даже не новое, а вы как будто бы развиваете что-то. То есть, эти перемены, они и сейчас начались, они начались уже некоторое время назад, и вы их продолжаете, да, продолжаете развивать, то есть, видимо, у вас есть какие-то цели, вы продолжаете к ним идти. Что это могут быть за цели, к которым вы идете? Что вы хотите одержать здесь победу, да, что-то хотите. Такое ощущение, что человек здесь как будто бы хочет выстроить какую-то свою империю, да, хочет выстроить какое-то свое дело. Человек, который хочет получать удовольствие от жизни, но очень тревожится и беспокоится. Молчаливый, много не говорите, чтобы, я не знаю, не сглазить, чтобы не, ну, не говорите о своих планах, пока они не осуществятся. еще как они вас видят. Ну, где-то в чем-то вы фантазируете, да, по поводу какого-то начинания. То есть, смотрите, здесь есть какая-то ситуация, которая уже развивается. Некоторое время назад она началась и развивается, а есть здесь еще какая-то ситуация новая. То есть, у вас есть какие-то мысли по поводу чего-то нового. И у вас прям вот вы включены в этот процесс, но, видимо, пока не хватает ресурсов. Да, и люди видят, что вот в этой, вот в этой теме, да, вы как-то остановились. То есть, если то, что вы уже развивали, это идет хорошо, хоть и есть какие-то волнения, переживания, вот, то вот в каком-то втором деле, да, о котором здесь идет речь, там идет какая-то остановка. Как вас видят, как вас видят, как человека. Ну, человек, который вот сейчас как-то перерождается, перерождается заново, начинает свое движение. Человек, который исцелился, видимо, была как некоторое время пауза, сейчас вы начинаете действовать. вот они вас видят эмоциональным человеком, да, хоть и императором, да, который все хочет контролировать, управлять всем этим, да, но при этом человек, который постоянно находится в каком-то стрессе, человек, который находится в стрессе, но вы очень быстро восполняете свои ресурсы. Вам все время дается какой-то шанс, да, здесь хочется сказать, кто не рискует, тот не пьет шампанское, вот вы рискуете. Но сейчас вы как-то вот времените и правильно делаете, по сути, вот с чем-то, то есть они видят, что вот вы как будто бы сейчас что-то выжидаете. Да. Какой-то вот это вот пендакливости, да, то есть вы не торопитесь сейчас и, ну, здесь, скорее всего, какого-то дела касается. То есть люди видят, как карты здесь повторяются, что что-то вы хотите сделать, и хотите сделать правильно, поэтому не торопитесь и вот люди вас видят. А как человека, как они вас видят? Человек, который отстаивает свою точку зрения, такого стабильного, постоянного, преданного, верного, спокойного и семейного. Ну, здесь уже выходили семейные карты, да, то есть вы вот такой человек семейный, то есть вы можете и в браке находиться, а если нет, то вообще вот вы не одиночка, вы парный человек. И вот ощущение того, что, знаете, это вот чувство семейности, то есть быть членом какой-то группы, либо создавать какое-то свое сообщество, то есть вот там, где много людей, опять же-таки людей, которые объединяются под эгидой, интересно, эгидо, это по-русски или по-гречески, в общем, под какой-то общей идеей, то есть что-то вас объединяет с этими людьми. Вы такой вот человек, как часть чего-то общего. Ну и в том числе и человек, во-первых, который уважает старшее поколение, человек, который уважает наследие, традиции, они вам не чужды. Человек, возможно, который ищет свои корни, ну либо в прошлом как-то искали, да, может быть, свою родословную, либо понимание оттуда, откуда происходит ваша фамилия, то есть здесь семейные ценности очень ярко выражены. Вот таким человеком вас видят. Это была третья позиция. Я хочу поблагодарить вас всех за ваши лайки и комментарии. В самом начале надо было, наверное, сказать благодарны за донаты. Я все время забываю, но это не говорит о том, что я неблагодарна, это говорит о том, что я просто забываю. То есть тот момент, когда донат приходит, я, конечно же, мысленно благодарю, поскольку я не знаю, от кого они приходят, человек имени не пишет. Но в любом случае я благодарна вам за то, что вы благодарите меня денежкой. Здесь вопрос не в размере, а не в объеме денег, а сама мысль о том, что вот кто-то задумывается о том, что вот хорошо было бы отблагодарить денежку. Мне это очень приятно. И, конечно же, благодарю, что вы остаетесь со мной, что ставите лайки, что комментируете. Вот, и активно проявляйтесь на всех моих площадках, как на этом канале, так и на второй моем YouTube-канале и, конечно же, в Телеграме. Все, прощаюсь с вами до пятницы. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok